Всех приветствую на своем канале! Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такой вот небольшой снудик-хомут под шапочку-совушку. Вязать мы его будем узором рис или путанка, как мы вязали сзади вот эту вот шапочку и по бокам. В общем, он рассчитан, в принципе, к наборчику для девочки 6 лет. Размеры я вам сейчас скажу. Он у меня в развернутом виде 49 сантиметров, а в сложенном виде половинка его 23,5-24, может даже вот так вот. Высота его 22 сантиметра. Если вы хотите на взрослого человека, то есть на девушку или на парня вязать вот такой вот снудик, то, в принципе, высота его 22 сантиметра более чем достаточно. А вот ширина можно буквально где-то связать, допустим, не 49 длину его, а, ну, допустим, 52, я думаю, будет вполне достаточно для того, чтобы он не сильно ездил по шее. Ну, то есть он будет, как бы, одеваться через голову и поэтому, в принципе, будет немножечко вот так вот на горлышке собираться. Шире его делать, я думаю, что не нужно. Если же вы хотите в два сложения восьмерочкой, то, соответственно, вяжете его там метр с лишним, меряете и сшиваете. В общем, шовчик, как вы видите, здесь довольно-таки аккуратный получается. Его, в принципе, даже практически не видно, то есть вот как на шапочке. Вот, все довольно-таки аккуратненько, швом одевается сзади на шею, а спереди, как вы видите, он будет присобранный и вот такой вот красивенький, в общем, к наборчику нашей совушки. Итак, кому понравилось, присоединяйтесь. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла Ализелла на голд серого цвета, такого же, как вязала шапочку цвета. Также понадобится вам две платочные спицы номер 3,5, крючочек для сшивания снудика и ножнички. А также нам понадобится ваше хорошее настроение. На снудик нам нужно набрать 44 петельки. Начальные две петельки я набираю на одну спицу, а затем приставляю вторую и набираю остальные 42 петельки. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,43,44. Затем разворачиваем наше вязание и вытаскиваем свободную спицу, на которой у нас нет начальных двух петель. Теперь первый ряд мы вяжем следующим образом. Первую провязываем лицевой, вторую провязываем изнаночной, затем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, чередуем лицевая, изнаночная до конца ряда. Последняя у нас всегда будет обязательно изнаночная, а в последующих рядах первую кромочную мы будем просто снимать непровязанной. Итак, вяжем до конца ряда лицевая и изнаночная. Довязали первый ряд и развернули наше вязание. Первую кромочную мы снимаем непровязанной, как я и говорила. Теперь у нас идет первая изнаночная с этой стороны. Мы провязываем ее лицевой, а лицевую провязываем изнаночную. Хотите за переднюю стенку, хотите за заднюю. В принципе, если вы будете вязать все вязание на протяжении всего вязания, будете вязать за переднюю, то вяжите за переднюю, либо за заднюю. То есть, смотрите, следующее изнаночная, вяжем лицевую. Лицевая, значит, вяжем изнаночную. Теперь вяжем также лицевую изнаночную, но в шахматном порядке. Там, где была лицевая, провязываем изнаночной, а там, где изнаночная, провязываем лицевой. И так снова чередуем до конца ряда. Таким образом, как вы видите, мы сейчас уже формируем узор жемчужный. Либо, народными словами, узорчик рис. Довязываем до конца в шахматном порядке лицевую и изнаночные петельки. Последняя всегда у нас изнаночная, не забывайте. Довязав до конца ряд и развернув вязание, третий ряд вяжем как первый. Первую снимаем непровязанной, лицевую вяжем изнаночной. Затем изнаночную провязываем лицевой, лицевую изнаночной. И тем самым повторяем снова лицевая и изнаночная. Но, опять же, в шахматном порядке. Теперь повторяем первый ряд. Четвертый ряд у нас будет как второй. В общем, все четные будут ряды, как сейчас провязываем. А все, точнее, все нечетные, которые сейчас провязываем. И все четные, которые у нас провязан был второй ряд. То есть, в шахматном порядке так и продолжаем. Кому интересен узор рис, Более подробно можете посмотреть в моих предыдущих уроках. А сейчас продолжаем вязать длину снуда. То есть, окружность. Ну, допустим, если вы вяжете на более взрослого человека, то вам, соответственно, нужно его немножечко шире. Если для ребеночка померите, какую вам нужна окружность снуда. Я представила свои размеры. Вы, как бы, посмотрите по размеру вашего, в общем, ребеночка, либо взрослого человека. Итак, продолжаете вязать такое полотнище длинное. И тогда я вам покажу, как мы продолжим. Итак, как вы видите, я провязала длину своего снудика. У меня получилось всего в длину 47 см. И закончила я провязывать с лицевой стороны, повернула на изнаночную. Итак, смотрите, вот у меня здесь вот с левой стороны находится вот этот вот кончик ниточки. И сейчас я буду закрывать петельки. Итак, смотрите, каким образом. Первую кромочную я снимаю непровязанную. Затем у меня, получается, идет здесь изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Я все сейчас, в принципе, могу провязывать лицевой. Но я, как бы, буду чередовать также рисом. То есть, смотрите, здесь у меня изнаночная, я ее провязываю лицевой. И вот эту первую натягиваю так вот протяжечкой на вторую. Сейчас у меня идет лицевая. Я ее провяжу изнаночной. И то же самое. Первую протяну через вторую. У меня идет изнаночная, я ее провязываю лицевой. И делаю протяжку снова. Здесь идет лицевая, я ее провязываю изнаночной. То есть, вот как рис здесь был, так я и провяжу. Если у вас, смотрите, аккуратненько, что петельки сползают, подтягивайте их. Снова делаю протяжку. У меня идет изнаночная, я ее провязываю лицевой. И протяжка. То есть, как вы видите, таким образом я как бы провязываю рис, но делаю это вместе с протяжками. То есть, как бы, казалось бы, то же самое вяжу, но провязываю всего лишь одну петельку, а затем первую одеваю на вторую. Вот так вот. Таким образом я делаю закрытие петелек. Так вам нужно закрыть петельки до конца ряда. Если вы не поняли толком, как я делаю, то, в принципе, можете посмотреть отдельным уроком. Я записывала в своих видео уроках предыдущих. Можете посмотреть. Вот мы дозакрывали край, как вы видите. И теперь берем наше вязание, разворачиваем к себе вот этой вот петелечкой с правой стороны. И вот так вот наши снудик сворачиваем напополам. И берем вот эти вот края. То есть, у вас получается с внутренней стороны вот она косичка идет набора. И с другой стороны вот она косичка, ту, которую мы закрывали. Теперь не обрезаете ниточку. Краешик, вот это начало нашего вязания, вот так вот вытаскиваете, так сказать, наверх. И берем крючок. Крючочком мы будем теперь сшивать такими же протяжками, как только что мы закрывали. То есть, смотрите. Берем крючок, вставляем вот эту вот петелечку нашу. И вставляем в противоположную сторону, вот в эту сторону получается, в заднюю. И вот так вот протягиваем, захватывая за ниточку, делаем петелечку. Либо, если было бы вам проще, то с другой стороны вот так вот вденьте крючок. И захватите вот эту петелечку, край набора, край закрытия. Край не набора, а закрытия. И вот так вот проденьте. То есть, чтобы у нас вот петелечка, это так сказать, была началом сшивания. И теперь берем сначала в одну косичку, всовываем крючок, вот так вот. Затем с другой стороны в косичку всовываем крючок, захватываем ниточку, делаем вот так вот полустолбик. И протяжечку, вот так вот. Теперь снова с этой стороны в косичку вдеваем за обе стеночки крючок, с другой стороны за обе стеночки в косичку. Захватываем ниточку, делаем петелечку и одну сквозь другую петелечку протаскиваем. Снова с одной стороны петелечка, с другой стороны захватываем ниточку, протаскиваем. С одной стороны петельку захватываем, с другой стороны косичку, вот эту петельку, и протаскиваем ниточку. С одной стороны петельку, с другой стороны захватили ниточку, протащили и сквозь эту петельку. Таким образом мы сшиваем две стороны нашего снудика. Вот эта сторона, которую мы сшиваем, это будет у нас изнаночная. Так как у нас рисунок двухсторонний, то в принципе здесь не должно у вас возникнуть сложностей. Любая сторона будет у нас лицевая. И для того, чтобы нам было удобно закрывать, я решила, что с этой стороны буду вот так вот сшивать. Мне, честно говоря, здесь удобно было и закрыть петли, и сшить. Поэтому я вам тоже так советую сделать. И таким образом, если вы до конца вот так вот прошьете протяжками, у вас обе стороны вот так вот сошьются без помощи иголочки. В принципе, если вам так тяжело, то попробуйте просто сшить иголочкой и ниточкой. Но у вас, в принципе, по количеству вот этих вот петельчик на косичке должно совпасть с одной и с другой стороны. А затем, смотрите, у нас получается вот этот вот краешек, мы им немножечко подкорректируем вот этот вот, ну, здесь вот начало, так сказать, закрытия. Потому что оно может у вас быть такое, не совсем красивенькое. Но просто потом крючочком аккуратненько вот здесь вот проденем и, так сказать, сделаем, ну, как бы плавный переход вот здесь вот. Можете просто либо вдеть в иголочку, либо просто крючочком продеть вот здесь вот, сделать красивенький такой вот плавный переходик. И смотрите, когда вы сошьете, будет вот такой аккуратный красивенький шовчик. В принципе, он довольно-таки мягенький. Если его к шее притронете, в общем, он довольно-таки получается нежный. Так как я пользуюсь пряжей Ализе, то мне она нравится. Она даже для детей, если нет аллергии, она подходит. Она очень нежная к шейке ложится, в принципе, на шапочках. Ну, то есть, никаких покраснений после себя на коже не оставляет. В общем, сшиваем вот таким вот образом протяжечками до конца, до самого вот здесь вот завершения с нудиком. Итак, вот, как вы видите, я закончила сшивать до конца. Ниточки наши теперь осталось закрепить. Здесь вот при сшивании до самого-самого конца делаете протяжечки. Вот, как вы видите, у меня здесь практически нет перехода. Сейчас осталось только немножечко вытянуть последнюю петельечку, обрезать ниточку. И теперь что мы имеем? Вот такой вот небольшой кусочек, который нужно закрепить ниточки и спрятать кончик. Точно так же делаете и с другой стороны. Вот, как вы видите, тоже перехода этого практически не видно. Теперь, это у нас, как вы поняли, уже изнаночная сторона. Выворачиваем ее на лицо. Шовчик у нас получился довольно-таки аккуратным. Его, в принципе, как вы видите, практически, ну, видно его как полосочку. Но, в принципе, очень довольно-таки все аккуратненько сшито. И наш хомутик детский готов. Одеваете вот этим вам швом сзади. И на горлышке он так будет немножечко присобранный. То есть, вот такой вот. Вот, поэтому мы вязали его довольно-таки широким, для того, чтобы он вот так вот собирался на горлышке. В общем, наш хомутик готов. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам пока-пока.